В детском оздоровительном центре «Талый ключ», что в посёлке Сосновый Бор Артёмовского городского округа состоялось выездное расширенное заседание областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав во всём Восточном управленческом округе. На данном заседании собрались заместитель министра социальной политики Свердловской области Ирина Кунгурцева, ответственный секретарь областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Нина Калинина, глава Артёмовского городского округа Ольга Кузнецова, члены областной комиссии, председатели и ответственные секретари территориальных комиссий, заместители глав по социальным вопросам, представители органов полиции и другие лица, отвечающие за несовершеннолетних и защиту их прав. И первой соступительным словом выступила глава Артёмовского городского округа Ольга Кузнецова. Уважаемые друзья, все мы разделяем позицию председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева, который сказал, что отношение к детям – это показатель, по которому можно судить о зрелости общества. Нам необходима нормальная система защиты детства во всех смыслах этого слова. В современных условиях, в решении проблем по защите прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, комиссии играют координирующую роль. Их ними стоит задача создания комплексной системы профилактики безнадзорности, беспризорности алкоголизма, токсикомании, наркомании, суицидов и правонарушений совершеннолетних. От того, насколько эффективна выстроена работа и взаимодействие между службами системы профилактики, во многом зависит состояние правопорядков в будущем. В этом залог успешной работы с подростками. Уважаемые участники, я на всей душе желаю вам успешной и плодотворной работы. И, пользуясь случаем, в преддверии юбилейной даты 95-летия создания комиссии по делам несовершеннолетних, и защитить их прав, которая будет отмечаться импульсом 2013 года, я хочу поздравить вас и пожелать всем здоровья, успехов и, конечно же, успешной сегодня работы. В рамках данного заседания с докладом по первому вопросу об опыте работы территориальных комиссий и учреждений социального обслуживания Восточного округа по содержанию, воспитанию и обучению несовершеннолетних, их взаимодействию с органами и учреждениями системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, выступила заместитель министра социальной политики Свердловской области Ирина Кунгурцева. В Артемовском городском округе Ирина Кунгурцева отметила положительную динамику в этом вопросе. Что там делать для автемовского предприятия? Учреждения от вызывания, работают с учреждением социальной защиты и детям в учреждении. Это не только в помощи семьи и детям, это не в нашу школу, это не только в помощи семьи и детям, это не в плане социальной защиты, это и детям, это занимает учреждение. То есть, значит, они работают в детском ВКонтакте, но не только в учреждении в семье, что было приемом, когда их учителяют на области 26-ое постановление, это не просто действует, простите меня, с 2002 года, да, почти 10 лет. Речь уже идет, конечно, о гораздо более глубоких процессах. Я думаю, очень, конечно, у нас все центры в помощи семьи, и детям социально-реабилитационные центры работают в единой программе. Индивидуальная программа социальной реабилитации. Я думаю, все кипают, знают, что это такое. Это достаточно развернутая форма, по которой мы, значит, планируем, как внутри геновское мероприятие, внутри наших учреждений, а также внутри полномочивания на соцзащите. Также геновское мероприятие, в первую очередь, опять же, что отстроено у нас с органами образования, с органами делиции, здравоохранения, здравоохранения, занятости, то есть со всеми субъектами системы профилактики безнадзорности, в зависимости от того, что показывает диагностика данной семьи, предусловленная реабилитационная программа социальной реабилитации, и что показывает главные проблемы, опять же, эти программы делиции. Значит, в этом ключе работа выстроена достаточно хорошо. Кроме того, Ирина Кунгурцева отметила и то, что тревожит ее как специалиста в Артемовском районе. В первую очередь нас тревожит все-таки значительный рост количества преступлений совершенных несовершеннолетних. 82% составленных, и это, на основном, простите, у меня неущественные преступления, да, при режиме полного транспорта 77%. При такой, в общем-то, серьезной работе учреждений, ну, понятно, что шесть преступлений, завершенные, там, подростками из других городов, прямо скажем, ну, это все у нас решат, да, и вот у нас ребятки путешествуют по-моему. Все-таки это говорит о том, что если только на образование и, собственно, счет, работу отстраивает, то где-то на подходе, вот, к ПДМ полиции, и, видимо, все-таки комиссии поддела несовершеннолетних, существует некий провал, который не позволяет контролировать ситуацию с детской особенностью подростковыми. Это, конечно, прежде всего, подростковая преступность, потому что большую часть этих преступлений совершают подростки в 16-17 лет, и, видимо, все-таки мы, как рабочая группа, будем рекомендовать комиссии поддела несовершеннолетних и просто, так сказать, подчеркать на лавру и следить за тем, как работают органы соцзащитного и органа образования, а все-таки присмотреться к опыту соседей, о которых я дальше буду говорить, да, и организовать эффективное взаимодействие между всеми субъектами профилактики на территории. Если вам не нравится наша детальная программа социальной реабилитации, ради Бога, если вы еще утверждете, работайте с ней, вот это надо делать. Потому что без дискорренированной, целенаправленной, ежемерной работы дело будет идти, но будет вот получками, да, вот так идет, там идет. А показатель главный, который, в общем-то, является интегральным, да, снижение детской обеспеченности, который у нас уже снижается на протяжении первой снижения. Да, Илья Викторовна? Пяти-то точно. Пяти-то точно однозначно, но где-то в годы с 2005, да, идет служение. А у нас рост, да еще и рост по 82%, коллеги. Это очень переможенно. Говоря на эту тему, Ирина Кунгурцева назвала недостатки работы и других муниципальных образований. Но особо она выделила работу комиссии по делам несовершеннолетних Таллицкого района и призвала равняться на нее. Об опыте работы территориальной комиссии Таллицкого района по делам несовершеннолетних и защите их прав и социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних по содержанию, воспитанию и обучению несовершеннолетних рассказала председатель комиссии Марина Демина. Я свое выступление хочу начать с высказываний Максима Горького. Дети – это завтрашние судьи наши, это критики наших воззрений, деяний, это люди, которые идут в мир на великую работу строительства новых форм жизни. Действительно, от того, что мы заложим в наших детях, как мы их воспитаем, будет зависеть будущее и благосостояние всего народа. Сегодня у государства есть много возможностей. Создана целая сеть учреждений, которые готовы помочь ребенку и семье. И тут важно вовремя эту семью или ребенка выявить, помочь им, объединив усилия. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, координацию деятельности всех органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений, направленную на работу семьями несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, осуществляет комиссия по делам несовершеннолетних. В своей работе комиссия руководствуется не только основополагающими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, областными законами, решениями областной комиссии по делам несовершеннолетних, но и разрабатывая документы на местном уровне. Так, например, на территории Таллинского района действует межведомственное соглашение о взаимодействии субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений в Таллинском районе в целях реализации федерального закона об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних от 14 мая 2012 года. Но я хочу сказать, что оно у нас действовало и до этого времени, оно просто с учетом изменений мы его переработали. Постановление главы Таллинского городского округа 14 мая 2012 года об организации проведения районной межведомственной комплексной профилактической операции подростков в 2012 году. Постановление главы администрации Таллинского городского округа об определении мест нахождения в которых может причинить вред здоровью детей. Это мы имеем в виду закон о комендантском части. Порядок взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при выявлении учете и оказании помощи безнадзорным и беспризорным несовершеннолетним в Таллинском городском округе. Также Марина Демина поделилась опытом успешной работы в этой сфере общей команды Таллинского района, подтверждая ее успешность цифрами положительной динамики. При этом Марина Демина совершенно верно отметила, что несмотря на то, что в Таллинском районе ведется такая активная работа – почивать на лаврах еще не время. О работе Артемовской территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассказал ее председатель Сергей Налимов. В округе, естественно, не является исключением, и среди населения имеется нет места в наличии семей, находящихся в социально опасном положении, в том числе детей. Среди детей, живущие в неблагополучных семьях, где не созданы элементарные условия для их развития, отсутствуют должное внимание со стороны родителей. Задача субъекта профилактики – оказать им необходимую помощь по адаптации к профилактике. В своем пути Артемовской районе и органы учреждения системы профилактики используют различные формы работы с несовершеннолетними, а именно участие в организации в проведении оперативно-профилактических мероприятий «Малыш-бедец» и «Безназерные дети», «Школьник», «Операция подростков» и другие. Вопросы организации и проведения данных профилактических мероприятий рассматриваются на заседании комиссии, где определяется цель и задача сроки их проведения, проведения мероприятий, исполнитель и участники. При подведении итогов на заседании комиссии оценится эффективность проведенной работы, Слушается информация о работе субъекта в системе профилактики, принимается соответствующее решение генеральной комиссии. Опериальная работа проведена в рамках подготовки международного синхронного состояния операции подростков в текущем году. По комиссии подготовлено ситуационно с руководителем органов учреждения системы профилактики план мероприятий и операций. Проект постановления администрации Артемского городского округа, утвержденного 21 мая за номером 592. С целью обеспечения трудоустройства и полезной занятостью на летний билет в Артемске, Центр занятости населения и отдел по работе с детьми и молодежью администрации Артемского городского округа, направленный список несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, состоящий на учете в комиссии. Для контроля между комиссией и указанными учреждениями ежемесячно осуществляется отмена информации о заданности данных несовершеннолетних. Продолжил свое выступление Сергей Налимов по следующим перечислениям проводимых мероприятий и подведением итогов уже завершившихся таких мероприятий, называя цифры, исходя из которых каждый мог сделать вывод об их эффективности. А также он добавил и то, что ситуация во многих ее аспектах улучшается. В рамках совместных проводимых всеми субъектами профилактики работы в отчетном периоде снизилось количество несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности по различным основаниям. Вместе с тем, количество семей, состоящих на профилактическом учете, комиссии также снижается. В отношении родителей, решенных либо ограниченных политических правах из поданных в текущем году исков, а их менее в сравнении с прошлым годом, ну и все, какие там 6,5,5,0. В том числе 22 несовершеннолетних средств. Сергей Налимов в своем докладе также подробно остановился на том, о чем говорила в начале заседания Ирина Кунгурцева, а именно о росте преступности среди несовершеннолетних Артемовского городского округа. Несмотря на привозные силы всех субъектов профилактики за отчетный билет на территорию Артемовского городского округа, все же произошло увеличение роста преступности несовершенного вредника. Аст Freiске одноборства, аст Freiске за змей фактор преступления. Значит, у него составил 81%. К причинам, относящихся к уменьшению, к уменьшению, необходимо отнести, то есть, когда уступили в базу несовершеннолетних группы риска в трудоустройстве, в участии в спортивных секциях и технических кружках. С детьми, совершившими преступления, несклонными, при проведении работы принимаются все меры к обеспечению их полезной занятостью. Но из-за устойчивого нежелания работать на предлагаемых работах, просто у нас организованным центром и биржа, и молодежная биржа труда, и оплаты тоже не устраивают. То есть, эти дети, они устраиваются самостоятельно, но это не официальное, но, во всяком случае, мы проверяем, чтобы они хотя бы в такой форме были трудоустроены. Также с информацией на данную тему выступили и представители Тугулымского района. Но особо интересной точкой зрения, высказанной на данном совещании, представилась точка зрения священника храма Петра и Павла города Талицы Алексея Лебедева. Все выступающие начинают говорить о том, насколько важно у нас с вами воспитание детей. И хотелось бы тоже не повториться, но сказать словами святого Иоанна Златоустого, одного из величайших святых, он говорит такие слова. Все второстепенно в сравнении с воспитанием детей. Вообще все второстепенно. Царь Александр Тривий будущему царю Николаю Второму говорил такие слова. «Будет крепкая семья, будет крепкая церковь. Будет крепкая церковь, будет крепким государством». Наше государство с вами основано на основах христианских. Сразу с этого начну. Почему? Потому что даже сколько бы ни хвалили Советский Союз, что те люди, которые жили в этом союзе, наши прадеды, деды, мамы, мы с вами, как бы генетически в себе несем вот эти заповеди Божьи, те нравственные условия, установки, на которых основаны наши законы российские. И в работе с молодежью, с судимыми, меня приглашали. Были удивительные такие моменты, когда хочется себя отдать всего вот этой работе. Почему? Потому что видишь, что ребята, как слепые, хотят тыкаются, не зная, куда пойти. И вот сейчас слышу выступление, что не хотят трудоустраиваться, не хотят то, не хотят все. И вчера беседую с одним из священников, своих друзей, он сказал, пришел на освящение квартиры, и лежит 14-летний мальчишка. И мама просит, помогите, вот он никак не хочет, не помогает, ничего, вот лежит, вот все так вот, все его устраивает. И он с ним побеседовал, и вот удивительная такая беседа, о почитании к родителям. О почитании к родителям. Он привел такие слова, что вот у тебя сейчас все устраивает. У тебя мама кормит, одевает, поет, со школы, может быть, встречает. А ты лежишь, ничего не делаешь, тебе ничего не надо. А его все устраивает, у него все хорошо. Чтобы у него покушать, есть, крыша над головой есть. И желание трудиться-то, в принципе, как бы, ничего ему и не надо, в общем-то, по большому счету. И мы утеряли момент вот этого самого воспитания. Священнослужитель говорил о том, что мы потеряли многие понятия. У нас подменяются ценности, а от этого и все существующие проблемы с детьми. Ведь им не ского брать пример, иначе как со взрослых. В ходе данного заседания также все присутствующие получили информацию о состоянии гибели и травматизма несовершеннолетних в Артёмовском городском округе и принимаемых мерах по их профилактике и снижению, которую предоставила заместитель главы администрации Артёмовского городского округа по социальным вопросам Елена Радунцева. В завершении заседания были подведены его итоги и выработано совместное решение. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...